Единство древних традиций циркового искусства и мастерское исполнение номеров. В Кировском цирке стартовала программа артистов из Германии с индийскими слонами и фрисскими лошадьми. Кроме того, зрители смогут увидеть байк-мото-шоу из города Наниве и посмеяться над шутками клоуна Бо. Почему стоит побывать на новой шоу-программе? Об этом наш сюжет. Им рукоплескали зрители со всех уголков России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Новая программа в Кировском цирке – это синтез традиций и современных подходов к цирковому искусстве. Зрители сразу же отметили зрелищность номеров, обратили внимание на то, что воздушные гимнасты работали без страховки. Номер акробатов с полотнами получился очень эмоциональным. А когда на арене выступали мотобайкеры, зрители смотрели на трюки, исполняемые на мотоциклах, затаив дыхание. Очень понравились мотоциклы, понравились лошади, вообще все артисты супер. Очень порадовали кировские детей не только номера с участием животных, но и выступления клоуна. Он постоянно общался со зрительным залом и удивлял необычными фокусами. Самым ожидаемым номером программы было выступление семьи Гартнеров – дрессировщиков слонов в пятом поколении. Как отмечает Кристиан Гартнер, самому младшему артисту цирка из его семьи сейчас три года. Это его сын. А самому старшему – 75. Это один из индийских слонов, который стал членом семьи Кристиана еще тогда, когда он сам был ребенком. Это умный зверь, который можно с ним общаться как человек и сразу понимать, что вы где вы хотите. Кроме профессиональной дрессуры и зрелищных номеров, артисты шоу собираются удивлять кировских зрителей искрометным юмором, уникальным музыкальным сопровождением всех постановок, необычными режиссерскими находками и живым общением с залом. Приходите. Мы вас просто обрадуем. Не только мотошоу. У нас прекрасная программа. Я говорю, прекрасный коверный, в который дети просто улыбаются. Они рады. Не только дети, но и мамы. Я смотрел реакцию за кулисами, когда он работал. Это просто клево. А мы вас не подведем. Шоу слонов братьев Гартнеров можно увидеть в Кировском цирке до 24 февраля.